здравия тела и ясности ума в этот прекрасный облачный тайский день я очень в эфир для того чтобы поговорить нет народного единства тоже придумал этот замечательный от слова замечать праздник для рабов день народного единства я его называю днем народного дебилизма потому что только дебил может реально дебил только может реагировать а патриотически на дни народного единства никакого единства у народа нет посмотрите внимательно разуйте свои глаза снимите очки у кого они так сказать на глазах постоянно там серые розовые очки еще какие-то очки у вас там на глазах у некоторых есть да но далеко конечно не у всех у тех кто давно с нами на канале уже розовые очки и черные очки маленько спадают так вот дорогие друзья что любопытно все праздники а передача о праздниках раньше уже было существует только для рабов потому что раб должен страдать во все дни кроме праздников он должен быть недовольным своей жизнью своей работой всем остальным это определяющий фактор для рабовладения для того чтобы управлять рабовладельческим строем которые собственно сейчас практически на всей планете имеет место быть и никогда ничего не менялись только менялись формы рабовладения потому что самый хороший раб это тот который думает о том что он свободный день народного единства с кем кто у нас единица что в другие дни единение народа не должно быть а должно быть только в день народного единства вы знаете а единство она существует вот под этим триколором только в госдуре вот там существует определенное объединение тех идиотов потому что психопаты дома отсутствует психопаты над ними руководят там идиот и вот день единства идиотов есть как грабить и управлять рабами то есть как награбить побольше при менеджерских функциях управления рабами вот на этом у них единство очень хорошо складывается и рождаются различные патриотические лозунги и всякие прочие штучки такие вот при помощи которых они периодически через средства и не только через средства массовой информации внушают своим рабам о том что они едины едины в чем едины в своем арабском состоянии со снятыми штанами либо едины в том что эти страдания никогда не закончится едины в своих ожиданиях счастливого будущего которое почему-то бесконечно обещается она никак не наступает в чем они едины надо сказать что народ един пожалуй только в своих страданиях но никак не в радости потому что радость это на этой челоферме чуть никак не случается радость случается только внутри отдельно взятого индивидуума и по-другому никак не может случиться если вы понимаете кто вы откуда вы и зачем вы пришли в этот мир вот тогда наступает радость тогда наступает единство единство со всей вселенной народного единства это бред какой-то абсолютнейший и уж тем более в виде праздника день народного единства это стёб какой-то вообще жесткий над людьми вот вот что это такое вот эти праздники это жесткий стёб над людьми грядей народного единства стебается над над людьми просто ну что вы терпила и говорит беспокойтесь нервничаете очень хорошо значит мы все правильно делаем и мы вам еще больше дадим задач куда нужно бегать там получи подпись здесь запрещаю там придет вам штраф и еще где-нибудь что-нибудь это же узкий коридор по которому бежит современный социально ориентированный индивиду люди бежит по узкому коридору зажатых возможностей то есть ему настолько прищемили все что никаких не остается возможности он действует только в рамках того что разрешено вот так вот дорогие друзья тут даже вот добавить к этому нечего все случается примерно одинаково поэтому с давних времен раньше организации праздник церковные конфессии ортодоксальные религиозные праздники а в чем разница ну религиозный праздник или государственный праздник на самом деле смысл этих праздников абсолютно один и тот же если есть праздники то остальные дни страдательны в празднике вы можете расслабить рабы точнее не вы уж и вы может быть и не раб ни разу в празднике раб может расслабить свои булочки он может посидеть ничего не делаючи может погулять где-то может потратить этот день на то чтобы дома пыль погонять с веником потому что в остальные дни приходится вкалывать как рабу на галерах кому где кому-то за компьютером в банке кому-то на каких-то еще других должностях и это абсолютно не имеет значения сколько у вас в кубышке есть и от того что люди называют деньги бумажек сразу личными вот этими вот количество денег не определяет состояние счастья избыточное количество денег определяет состояние еще большего несчастья чем те у кого их нет так что вот так день единства и радость бытия это каждый день каждый день вселенной разумный человек ощущает себя частью этой вселенной неразрывно и постоянно мы являемся не отделим частью поэтому вот эти идеи о разделении они активно насаждаются и нужно чтобы индивидуумы забыли о том что они являются частью этой вселенной частью бог не нужно чтобы они это знали нужно чтобы рабы действовали исключительно от своего ума и пребывали в страхе вот что нужно и это с успехом решается задача уже в течение очень длительного количества времени тут вот написали по поводу того что китайских трактатов никаких не было все это выдумки китай сделали в 1974 году дорогие мои если у вас китай сделали в 1974 году и если никакой китайской истории не было ну значит у вас это так а вот у нас ну конкретно у меня это совсем не так вы видимо никогда в руках не держали книжек на китайском языке посвященных китайской традиционной медицине которые датированы у них даже по бумажке видно какого сколько им тысячи не держать потому что не дать не давали вам руки такие книжки держи поэтому сидите и фантазируете там по поводу того что китай вот 1974 там кто-то говорит сорок седьмой а до сорок седьмого года китая не было и ради бог да хоть солнце синее никто же не против и никто с вами спорить не будет потому что это пустая трата времени по большому пищу вообще если подходить концептуально к разговору о том что есть правда и что есть неправда то абсолютно не имеет никакого значения что было в прошлом это просто пережевывание старых идей и не более того имеет значение только то что здесь и сейчас но вот эти идеи которые пережевываются социальными системами которые подбрасываются правда это или неправда это значение еще раз говорю не имеет правда это или неправда потому что это уже мертво но эта информация используется для корректировки психологической направленности мышления социальных масс на настоящий момент времени вот для чего это используется информация поэтому условно говоря а пергнул слон на горе пять тысяч лет назад или не пергнул никому не имеет значение ходил там где-то иисус со своим посохом или не ходил это тоже по большому счету не имеет ровным счетом никакого значения имеет значение только истории в которой определенное количество двуногих верят о том что вот там где-то ходил какой-то иисус который при этом еще был христом условно говоря другие говорят нет говорит иисус и христос это разные парни они ходили в разное время но примерно в одном и том же месте не имеет ровным счетом никакого значения вот все это тот чей ум занят переваливанием этой информации попусту тратит время и свою психику на абсолютно бесполезные вещи вот о чем это речь а то что вот иисус мой брат вот это правильно сказано то что мы все братья мы все вышли из одного котелка мы сделаны из бог поэтому реально все люди родственники все люди братья но начинают это они ощущать только тогда когда под сраку с разгона слоник как даст своим копытом вот тогда людина начинает чесать репу жопа болит надо почесать репу почему это у меня вдруг болит жопой почему так все вокруг плохо и почему мне так плохо вообще и как это так вот кто виноват кто виноват во всем этом надо срочно найти виноватого по этому поводу мне очень нравится одна притча по поводу виноватых и ошер рассказ хагман кто-то называет бхагвана аферистом кто-то называет бхагвана лжепророком он не пророк и не аферист такой как у него есть абсолютно свободный индивидуум который очень интересные вещи не отличается поэтому вот эти ваши частные осуждения того кто создал что-то полезное с учетом вашей абсолютной бесполезности как судителей выглядят более чем более чем скудно и более чем пошло поэтому прежде чем начинать говорить о ком-то кто для творца здесь сделал что-то очень многое сделано не только в хорошем и в плохом потому что хорошего без плохого не бывает поэтому пиночет имеет равное значение как другие к примеру или пол под вот почему же нет тоже исполнял воли творца только в скверном формате есть праведники есть грешники и они периодически меняются между собой я имею ввиду индивидуальности проходят пути грешников и пути праведников и пути скверников а как без этого а без этого невозможно достичь понимание баланса внутри поэтому мы здесь все на определенный урок сюда поучиться дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к видео благодарю вас за внимание напомню что сегодняшняя передача одни народного дебилизма одни народного дебилизма я не знаю как в других странах сегодня мы прислали к открыточку такую на открыточке значит кремлевские звезды церквушка там с крестом и собственно триколор еще нарисованы наверху и написано с днем народного единства думаю вот да точно с днем народного дебилизма потому что ну никак вот по-другому не получается особенно понимая смысл вот этой картинки здесь не остается никакой возможности в рамках так сказать адекватного мышления при восприятии всех этих символов которыми программирует среднестатистического лиц ураааааааааааааааааааааа а чего демонстрацию может еще сделано чего только 1-го мая давайте еще походим в день на арминь единства это хороший повод для алкоголиков бухнуть это хороший повод домохозяек жаронинки какой-нибудь приготовить и посидеть где-нибудь Поканцерогенить Всем вот этим вот Тем что Для разумного человека Непотребно класть в руки Поэтому я и говорю про канцероген Сейчас все больше и больше Обращаются пациентов с онкологией С онкологией всего подряд Начали обращаться И с саркомами костей И с желудочно-кишечной С онкологией Желудочно-кишечного тракта Совсем подряд Это начинает носить массовый характер Я не знаю Это эпидемия онкологии Что и начинает случаться А причина как бы ясна и понятна Для тех кто задирает Глаза в небо Для тех кто понимает что Содержит в себе питьевая вода Как бы в кавычках питьевая Текущая из-под крана и продающаяся бутылка Что в принципе одно и то же Потому что все они подвергаются Одному европейскому стандартному регламенту В обязательном порядке Стероиды и антибиотики Воду вообще нужно подготавливать Очень тщательным образом И необходимо В обязательном порядке Использовать озонаторы В обязательном порядке Дорогие Если вы Желаете пожить подольше И не мучиться в корчах То очень вам советую Используйте озонаторы Озонируйте все Фрукты, овощи, воду А воду еще нужно Замораживать и размораживать И фильтровать ее нужно Через правильные фильтры Для тех кто в России А я скажу так Есть такие фильтры элементы Которые покупать нельзя Катриджи и кассеты Вся эта срань делается в Индии И в Китае На заводах И туда добавляется то Что явно воду не очищает Оно делает ее хуже Ну физически Вроде как она чистая Но она наносит большой вред организму Не используйте кассетные фильтры Они все вредоносные Что нужно делать? Нужно покупать обычные сорбенты Например природный циолит Природный кварцевый песок Также природный активированный уголь Стоит 3 копейки В России есть такая компания Ну одна из компаний Немного где продаются Но одна из компаний Называется Татсорб Пожалуйста Татартан Сорбет Заходите и покупайте 3 копейки все стоит Фильтр сделан На сайте Азиабиофарм В разделе системы питания Семь ангелов В обводной статье Написано как вы можете сделать фильтр Если у кого-то Финансы позволяют Вы у Юляши можете заказать Фильтр из нержавейки Здесь в Таиланде Компания Мазума Татайская компания Производит офигенные фильтры Из нержавейки Из 304 стали В которую можно засыпать Фильтр элемент Какой вы хотите сами Безо всяких кассет И никогда не покупайте Сорбенты Если на них написано Что они для фильтрации Питьевой воды Покупайте Сорбенты Только химически чистые Для лабораторий Вот туда Никакое дерьмо Не добавляется И используйте Поэтому Если кто-то Заботливо написал вам Что это для фильтрации воды В современной Социальной системе В современном мире Где все предназначено Для уничтожения Двуногих И для того Чтобы они болели Вот точно Нельзя этим пользоваться И нужно Очень внимательно Подходить К вопросу Того что вы покупаете Есть такой прибор Эко-грин-тест Я о нем Раньше делал передачу Больше года назад Он так же Описан Этот прибор Эко-грин-тест Шесть Эко-грин-тест Пять Они описаны На сайте Азиабиофарм В разделе Входной статье О питании семян Берите И проверяйте Все продукты Если вы Желаете Быть здоровым Если вы намерены Быть здоровым Вам нужно сейчас Предпринимать Тот комплекс мер Который необходим Для того Чтобы вы Питались чистыми продуктами Еще раз говорю Проверяем Подготавливаем воду Проверяем продукты питания Вымачиваем Все зерно Потому что Оно обработано Жутким ядом Но В течение 20 минут Замачивания Этого зерна Этот яд Оттуда выходит Он смывается Поэтому Всегда Перед варкой Кашки Замачивайте Зерно Озонируйте Все Это Не так дорого Стоит Домашний Озонат Те Кто живут В городах Сейчас Являются Просто Необходимы Нормальные Озонаторы Для воздуха Это Конечно Получается Несколько Несколько Подороже Получается Потому что Нужен еще Кислородный Концентрат Для Озонирования Воздуха Чтобы не Получалось Закись Азота Через Короноразрядную Пластину Вот тут Необходимо Подавать Чистый кислород Возонатор Тогда у вас Будет Чистый Озон Называется Медицинский Озон Кому Нужно Тот Может Покопаться И Приобрести Все Необходимое На Алиэкспресс Благодаря Алиэкспресс В России Функционирует И в других Страх В Украине По-моему Тоже Функционирует Китайцы Они вообще Такие Ребята Хитрожок Неважно Там Бомбы Летают Падают Самолеты Там Стреляют Они Все равно Свои товары Продают Что в принципе Неплохо Вот Кто С Украины Смотрит Придущите Пожалуйста У вас Алиэкспресс Функционирует Или нет Просто Моя догадка Может быть Я ошибаюсь У нас В России Есть Алиэкспресс В России Да Есть А на Украине Работает Али Да Только Прифронтовых Нет Молодцы Китайцы Чего Да Все Знаем Чего Человеки Всех стран Объединяйтесь Человеки Всех стран Уже Объединены Между собой Самое главное Каждому Индивидууму Внутри Ощутить Эту связь Между людьми Когда Человек Людин Превращается В человека Перестает Обманывать Лгать Себе Другим Перестает Срать Другим Перестает Обливать Мочой Соседскую Дверь Срать На коврик Поджигая Бумажку Вот Знаете Наверное О чем Я говорю Засовывать Гвозди В замочную Скважину Владимир Может Без Изопового Языка На Инстаграм Трансляции Как Раньше Дело В том Что Инстаграм Весьма Ограничен Сейчас Среди Российских Пользователей Потому Что Его Причислили К Какому-то Террористическому Мессенджеру Что Поэтому Сейчас Мало Кто Пользуется Инстаграм В России Его Заблокировали А планирует Заблокировать Еще Больше Не Блокируется И Несмотря На Заявления Которые Делались Раньше Будет Заблокирована Только Тогда Когда Старшие Товарищи Менеджерам Скажут Его Заблокировать В не время Если Заблокировались Значит Ждите Самых Хреновых Собот Почему Потому Что Руководят Все равно Всем Психопатам Психопаты Не имеют Паспортов Национальности Они Над Государственной Системой Они Управляют Идиоты Идиоты Это Те Кого Вы Видите По телевизору Президенты Премьер Министры Разные Всякие Повличные Личности Это Идиоты А Психопаты Это Те Кто Управляют Те Кто Над Ними Им Абсолютно Не нужно Чтобы Знали Их Им И Вообще Что Они Даже Существа Это Не нужно Совершенно Они Всегда Остаются В теле Если Нет Желчного Пузыря Можно Не Принимать Куркум Не Вижу Никаких Особенно Курдиок Казали Только Не Надо Много Мы Не Пользуемся Небрами В России Кто Вы Не Пользуетесь Другие Пользуются Через ВПР Я Жду Праздника Падения Психопатов Падение Психопатов Зависит От Нескольких Факторов От Воли Творца Но Чьими Руками Психопатов Будут Развешивать По фонарным Столбам Психопатов Вообще Никто Не будет Развешивать По фонарным Столбам Идиотов Будут Развешивать По фонарным Столбам А Психопаты Как Руководили Так и Будут Руководить Дальше Ничего с ними не случится А вот идиотов, да, их постоянно пускают в расход Выполнили свою задачу в расход *** всегда и создавался изначально Как основная информационная площадка *** не может закрыть какой-то там Какой-то менеджер какой-то страны *** это глобалистическая контакт Это сервис, которым руководят менеджеры высшего звена Менеджеры среднего звена Это президенты разных стран Это менеджеры среднего звена Менеджеры корпораций, больших корпораций Это менеджеры высшего звена Есть еще директора Директора это психопаты Они еще повыше А есть еще владельцы Но они уже не любят Можно ли принимать теосульфат натрия При грудном вскармливании Особых противопоказаний не вижу Насколько я помню, теосульфат натрия С молоком матери не передается Почитайте внимательно В интернете, пожалуйста Инструкции к старому теосульфату Потому что раньше он принимался перорально Это было написано в инструкциях УЗИ показало кисты на почках 3 см Посмотрите, пожалуйста, на сайте И можете у Юли поинтересоваться Комплекс для терапии поликистоза И вперед И к этому можно добавить еще будет артносифон Лучше, конечно, на консультацию Зайти, если есть отягчающие симптомы И заболевания Тогда лучше составить персональный комплекс Персональный комплекс можно составить Для консультации Консультации бывают не с ним Консультация бывает письменная Когда вы заполняете подробнейшим образом анкету Бывает аудиоконсультация Когда мы с вами разговариваем голосом И, собственно, безоплатные консультации голосовые Они происходят по субботам Просто ждать надо достаточно Пожалуйста, вы можете воспользоваться Любым видом Еще видеоконсультации есть на тех Кому хочется обязательно Чтобы видео Случилось персонально Такие тоже есть Владимир, как близким человеком Раскрыть глаза на что происходит Он еще в очках Если он хочет Он вас спросит А если он не хочет А вы будете раскрывать То, как правило, раскрывается Ваша задняя пятая точка И туда начинает заталкивать Все то, чтобы вы поняли Что никому ничего раскрывать не надо Пока не попросим Как попросим Берите и раскрывайте Все, что вы можете Раскрыть Неважно Близкий он Или дальний Ближние вообще Они говорят Ты чего Всякую хрень По ушам гоняешь Денег дай Или штаны с ними Или денег дай Вот это мне к тебе нужно А ты мне что-то тут рассказываешь Какие-то советы тут даешь Совершенно непонятные Говорит, иди ты в жопу Со своими советами Денег дай Или вот Трузеля с ним Ну, в зависимости от того Кому чего надо Все Обслужи, говорит, меня Или дай Материальных средств Условно говоря Вот так Можно выразиться Попроще Чернобыль, говорит Был спланированным событием Все события Спланированы Вопрос в том Кем они спланированы Вопрос в том Уведомили ли Было ли уведомление Менеджерам той или иной территории О том или ином Спланированном событии Не всегда Их оповещают об этом Но под контролем Находятся все Биологические И физически опасные Объекты Без исключений Нету никаких исключений Контроль над всеми Абсолютно Структурами В том числе Того, что называется Ядерным оружием В том числе И нарастации Да, мы с вами в театре, друзья Однозначно Совершенно Мы смотрим с вами Безумный спектакль Владимир, что такое Реинкарнация? Об этом было много Достаточно передач И это перерождение То есть у нас есть то, что видит сны Наша индивидуальность То, что смотрит через ваши глаза То, что является Интегрированным И является временным владельцем Вашего телесно-умственного аппарата Оно никогда не рождалось И оно никогда не умрет Оно смотрит через ваши глаза Оно слышит через ваши уши И чувствует через вашу кожу Оно не ваше тело И не ваше тело Это ваша истинная сущность Индивидуальность Которая соткана из бога Заканчивается просмотр кинофильма Под названием Я Вася Начинается новый кинофильм Под названием Я Федя Или Я Маша Понимаете? Вот что такое Инкарнация Владимир, а что мы видим В глазах людей Самого себя Зеркало В глазах людей Поэтому Некоторые Боятся туда смотреть Подсознательно чувствуют Что смотрят сами на себя Особенно когда отматывают Болезнь Паркинсона Излечивается Как минимум Она блокируется И останавливается Поэтому Поэтому Необходимо Подойти к этому вопросу Для начала С изучения Системы питания Можно ли вылечить варикоз Наружными средствами Наружными средствами Нет, нельзя Только совместного Применения И такой комплекс Терапии варикозного Общирения вен Имеется Обращайтесь Пожалуйста К Юле Напомню ВАЮ Юле Плюс 7 4 9 638 3184 Это Один ВАЮ А есть еще ВАЮ Тайский Вы его можете посмотреть Если зайдете на сайт Азиабиофарм.ком Вадим Зелан Правильно я описал Принцип питания Я не вникал В смысле В смысле Того Что написано Вадимом Могу вам сказать Моё видение Того Как Организация Питания Необходимо Производить Изложенный Тщательнейшим И подробнейшим Образом В системе питания 7к Ну Я уточню Для того Кто Может Понять Это Не Моя Ассистема Моего Ничего В этом Нет Я просто Записал То Что Было Продиктовано И не более Дорогие мои Все Целую Целую Обнимаю Обнимаю До новых встреч Пока Здравия тела И ясности ума Аз есть мсущие Здесь и сейчас Делаю то Зачем существую На экране Информация О консультациях И способах Связи со мной Более подробная Информация В описании К этому видео Благодарю За внимание